По ту сторону сна По ту сторону сна По ту сторону сна Этот альбом, по всей видимости, будет экспериментальный альбом для мастера Мы играем в нескольких стилях Начиная от трэша, кончая фолком Классика и даже джаз-рок и арт-рок Любители музыки могут найти в этом альбоме для себя что-то интересное, что-то новое Может быть, кто-то вообще этот альбом не поймет Так что я предупреждаю, читайте книжки Смотрите веселые картинки Улыбайтесь Ну и не спать Когда мы уже приступили к записи инструментала, то было понятно, что альбом представляет собой не то, что какое-то музыкальное произведение Для нас он становился с каждым днем, с каждой минутой, с каждой нотой каким-то живым организмом Такой отдельной субстанцией, которая существовала в студии параллельно с нами Естественно, большое значение на это влияла сама тема и музыка, которая навевалась на эти стихи Риты Пушкиной Для нас было очень интересно поработать со многими приглашенными вокалистами Максим Самасват, Алена Ярушина, Оксана Кочубей, Ольга Дзусова, Михаил Серышев Когда заплакал мраморный ангел Туман оказался прошит нитью черной К примеру, мои любимые песни, это самые, те песни, которые поет Ольга Дзусова Потому что там нет барабанов Первая композиция на альбоме называется «Танец» Я думаю, всем будет интересно послушать женский вокал в этой композиции Помимо того, что поет Лекс, еще вы услышите женский вокал Интересная история произошла, как она появилась на нашей студии Как она пришла и записалась Месяца два назад позвонил мне Страйк И говорит, что он побывал на очень хорошем концерте группы «Ариэ» Под руководством Валерии Ярушина И он увидел там талантливую певицу, которая принимала участие в этом концерте И оказалось, что это его дочь, Алена Ну, мы решили попробовать Мы пригласили Валерия и Алену к себе на студию На ту сторону сна Да Ну все, мы тебя оставляем Давай, мочи, короче, закроем двери Поняла Да, вот эти две празы, давай Угу Было несколько таких забавных случаев, когда У нас компьютер начинал выдавать совершенно какие-то невообразимые вещи Во время записи определенных песен Было на самом деле удивительно Одновременно, я помню, во всем районе Вот около нашей студии выключили свет во время записи припева Во время записи соло тоже был забавный случай Мы писали соло и у меня одновременно лопнули две струны Кстати, этот момент так и вошел в запись остался Это было очень прикольно Когда света нет, писали со свечкой Да Также хочу рассказать про композицию, которая называется «Мраморный ангел» Эту композицию написал для нашего альбома Сергей Скрипников Композиция имеет явно готический характер По музыке и по тексту Ее исполняет Михаил Сержев, экос-фокалист мастера Шрамы оставив Смерть спрыгнула с плеч Так пошутила судьба Варвар сам в сердце Возил свой же меч И обессмертву в себе Они очень органично влились в наш коллектив И в сам процесс записи Главное, что понравилась им идея И они с удовольствием откликнулись То есть Алена Ярушина, Оксана Кочубей Алена Ярушина вообще, в принципе, не работала в этом музыкальном стиле Для нее был такой своеобразный эксперимент И сейчас я знаю, что она под таким впечатлением А Оксанка Кочубей вообще, она даже сама говорила Я бы такую музыку играла, я бы только такую и пела Я сама не верю, мне, честно говоря, очень нравится Очень нравится И дубль давай споем Хорошо, обязательно споем дубль Я в шоке все? Я очень рад, что закончилась эта долгая работа И надеюсь, что наши труды были не напрасны Потому что работа заняла в общей сложности почти тысячи часов На записи, на сведения И спасибо всем ребятам, которые участвовали в этом проекте И музыкантам, артистам, всем людям Которые помогали писать этот альбом Также до этого альбома было очень много записано Всякой перкуссии, барабанов Приходилось играть на самых невообразимых предметах Которые были в студии И не только Вторая часть альбома, которая называется «По ту сторону сна» Открывает композицию, называется «Лес прокелон» «Лес, который наваждет крысы» Это интересная психотерическая композиция «Клавиш вместе с баскетами» Двенадцатая композиция называется «Крысы» И исполняет альтернативная певица Оксана Пщутина На мой взгляд, она достаточно неплохо И исполняет эту песню Бархат, сок, серебро Быстрый конец, ремень Крысы, в окна, двери Ни сверки, ни детеныши, звери Жестокие звери, красивые звери Работа была еще интересна тем, что были разноплавные песни То есть разный стиль Не совсем был мастер Это была очень разная музыка Было очень интересно ее записывать И потом сводить Очень сложная работа Так что надеюсь, что нам все удалось По ту сторону сна По ту сторону сна По ту сторону сна Хотим сказать большое спасибо компании City Maximum Вот уже группа мастер второй альбом будет издавать именно с этим рекорд-лейбом Нам очень приятно Хотим поблагодарить Юрия Богданова И весь персонал этой замечательной компании Даже сейчас, когда можно взять в руки, например, пластинку От нее исходит такая энергетика То есть это не просто диск Мы воспринимаем его как некий какой-то живой организм То есть такое удивительное ощущение Честно говоря, первый раз со мной такое Редактор субтитров А.Семкин